Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Теперь официально в Барнауле прошла инаугурация губернатора Алтайского края. В Барнауле мать могла отравить детей и покончить с собой. Ужасная история в спальном районе города. Что могло стать причиной трагедии? На высоком уровне, как в краевой столице, прошло одно из самых крупных международных соревнований по гребле. И чем отличились алтайские спортсмены? Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края. Сегодня в Краевом театре драмы состоялась инаугурация. Напомним, переизбранный на второй срок Виктор Томенко набрал чуть больше 76% голосов. Поздравить главу региона с победой пришли сотни человек. На инаугурации побывала и наша съемочная группа. Клянусь верно служить народу. Добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края. Рука на Конституции, взгляд уверенно смотрит в зал. В торжественной обстановке Виктор Томенко обещает работать на благо Алтайского края и его жителей. На выборах губернатора он безоговорочно одержал победу. Получил почти 420 тысяч голосов. Избирательная комиссия признала выборы состоявшимися, а их результаты действительными. Председатель избиркома Ирина Акимова вручила Виктору Томенко удостоверение губернатора. На торжественную церемонию приехали политики разного уровня. От полпреда президента в Сибирском федеральном округе до глав муниципальных образований. Напомним, за губернаторское кресло помимо Виктора Томенко поролись еще три кандидата. Сергей Баленкович, Евгения Боровикова и Сергей Булаев. Сегодня они тоже поздравляют Виктора Томенко со вступлением в должность. Виктору Петровичу хотелось бы пожелать, самое главное, это слышать людей, общаться с людьми, проводить приемы и больше встречаться непосредственно на территориях, в муниципалитетах. И с каждой проблемой работать индивидуально и точечно. Хотелось бы поблагодарить своих избирателей, да, это там 43 с половиной тысячи, тех, кто отдали свой голос именно за меня. Большое спасибо за то, что оказали такое большое доверие. Конечно же, нам хочется поздравить победителя Виктора Петровича с победой, поэтому ура, вперед. С победой Виктора Томенко поздравляют и депутаты Государственной Думы, и Алтайского парламента. Инаугурация – это торжественный момент, это точка отчета новой пятилетки губернатора. Продолжаем работать. За предыдущие пять лет мы достигли полного взаимопонимания, провели множество рабочих встреч и продолжаем взаимодействовать для того, чтобы делать жизнь в Алтайском крае лучше для людей. Кроме того, достигли договоренности, что необходимо провести в Алтайском крае выездное заседание комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Хочется поздравить его от имени, наверное, моих избирателей. И мне, как и им, как бичанам, хочется надеяться, что большинство этих вопросов, которые мы обсуждали, в том числе и с Виктором Петровичем, они будут решены. После вступления в должность главы региона, действующий кабинет министров сложит свои полномочия. И Виктор Томенко начнет формировать новое краевое правительство. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. Эта история потрясла весь город. Жительница Барнаула, возможно, отравила своих детей, а затем покончила с собой. Наша съемочная группа приехала на место происшествия. 15 сентября. День. Индустриальный район города Барнаула. Дом 11 по улице Шумакова. Люди вышли, она зашла. Вот здесь постояла, возле этого нашего стенда. Из лифта девочка вышла, она зашла и уехала. По словам Натальи Надыровой, консьержа дома, девушка хорошо ориентировалась в пространстве и шла целенаправленно. Как будто уже бывала в этом доме. Поднялась на общий балкон на 22 этаже. 22 этаж. Все, буквально 5 секунд. Смотрю, что-то как будто выбросили. Как мешок какой-то. Приехала скорая моментально. Подошли, посмотрели, зафиксировали, что смерть уже наступила. Конечно, она наступила сразу. Очень страшно. До сих пор к тебя прийти не могу. Очень страшно, конечно. Не дай бог никому такого видеть. Непроизвольными очевидцами падения стали и соседи. Погибшая проживала в соседнем доме. Позднее в ее квартире обнаружили тела двух детей с признаками криминальной смерти. Ужасно, как мы как раз с детьми проходили этот момент. Конечно, этого не передать. Сутки отходили от этого до сих пор, как представлюсь. На себя же перекладываешь, особенно когда дети. По неподтвержденным данным, женщина отравила таблетками своих сыновей. Трехлетнего малыша и восьмимесячного грудничка. Перед смертью якобы звонила своему брату. По словам соседей, супруг и отец детей находился в командировке на Севере. У семьи было много кредитов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство малолетних. При осмотре места происшествия следователями Следственного комитета была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты жизни. Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются. Назначены судебные экспертизы. Глава следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, День с толком. И к другой теме. Почти на тысячу рублей вырастет прожиточный минимум в Алтайском крае с 1 января 2024 года. Такое решение принял губернатор. Минимум для жизни с начала нового года составит 13 753 рубля. Для трудоспособного населения он будет близок к 15 тысячам и составит 14 991 рубль. Для детей 13 975 рублей. Для пенсионеров 12 608 рублей. Напомним, величина прожиточного минимума используется для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий и на оплату жилья и коммунальных услуг. Алтайский край – регион с одним из самых низких прожиточных минимум. В этом году его размер составляет 12 794 рубля. Кстати, в Барнауле начался сезон осенних ярмарок. Товарооборот первый из них составил более 10 миллионов рублей. Какие продукты наиболее востребованы среди горожан и насколько они выгоднее, чем в каких-то магазинах, расскажет Данил Кузнецов. По осени считают не только цыплят, но и низкие цены. Особенно на ярмарках, которые начались в минувшие выходные в Барнауле. На торговых точках по всему городу расположились более 80 организаций. Традиционно самыми популярными приобретениями среди горожан стали сезонные овощи. На рынках сегодня цены начинаются от 26 рублей. Мы стартовали в этом году с картофелем от 20 рублей. В зависимости сейчас от урожая и как фермеры накопают свой урожай, может быть и понижение цены на картофель до 18 рублей. Морковка же в среднем обойдется в 25 рублей за килограмм. Второй по популярности продукт мясо также стоит недорого. Притом его еще и много. Есть как простые вырезки, так и колбасы. Мы так понимаем по разговорам, что они не первый раз, они пришли именно за этим товаром, они пришли именно к этому производителю, что подчеркивает о том, что здесь и качественные товары, но и, что немаловажно, цены чуть ниже. Я думаю, что такое продвижение, с одной стороны мы говорим, это благо для жителей, а с другой стороны это, конечно же, продвижение наших товаров и поддержка наших производителей. Стоимость продуктов от агрария в среднем до 40% ниже в сравнении со многими магазинами. Популярность ярмарок не угасает, об этом говорит и товарооборот. За первый день торговли он превысил 10 миллионов рублей, и это лишь начало. Мы видим по товарообороту динамику. Если посмотреть к прошлому году, товарооборот первого полугодия, он был уже выше на 5% относительно аналогичного периода прошлого года. Я думаю, здесь мы в осеннем сезоне еще немножечко добавим по товарообороту. Всего до ноября проведут еще 8 ярмарок. Не исключено, что это число может увеличиться. Проходить они будут, как и в прошлые разы, во всех пяти районах города. Также для удобства уже организовали волонтеров, которые помогают пенсионерам донести сумки до дома. А с некоторыми фермерскими хозяйствами, торгующими овощами, проработан вопрос о бесплатной доставке продукции на дом. Данил Кузнецов. День с толком. Найти и поддержать талантливых школьников. Этому педагогов Край обучают в рамках специальных лекториев в технопарке «Кванториум». Знания дают лучшие преподаватели вузов Барнаула. Очередные лекции проходят на этой неделе. Очно и заочно знания получают порядка 400 педагогов. Так почему огранить алмаз не так просто и как это лучше сделать, выясняли наши корреспонденты. Представители школы Зато-Сибирский на лектории впервые. Хотя талантливых ребят и у них достаточно. Все любознательные и готовы постоянно узнавать что-то новое. Ученик Татьяны Морозовой, третий классник, уже участвовал в конкурсе «Будущее Алтая» с работой «Как получить электричество в походных условиях». Он со своими родителями был в горах и его заинтересовал вопрос, а как вообще можно зарядить телефон, находясь в таких условиях. И мы с ним занимались этим исследованием. Представил видеоматериал, где он с папой с помощью практически мешка картошки заряжал телефон. И с этой работой он выступил в крае. Вслед за третий классником Константином написать научные работы пожелали еще трое учеников Татьяны. Как правильно их оформить, как сделать так, чтобы интерес к науке у школьников только рос – задача подобных лекториев. Сегодня своими знаниями со школьными педагогами делился преподаватель педагогического вуза, специалист по робототехнике. Это, кстати, сейчас одно из самых востребованных направлений у школьников. Я пытаюсь представить это как хлебные крошки. То есть, когда вот есть сказка, когда ведьма заманивает детей в лес с помощью крошек печенья. И мы, в принципе, должны заманить в дремучий лес науки с помощью именно привлекательных результатов. Соответственно, когда ребенок приходит, то желательно, чтобы уже через 40 минут у него что-то было интересное, чтобы он мог это рассказать детям своим одноклассникам и родителям. Ну, например, приходит на робототехнику, желательно, чтобы он ушел, а у него уже мигал светодиод. К сожалению, не в каждой школе края у детей есть возможность получить интересные научные знания. Но у всех, по мнению Алексея Ушакова, должна быть возможность выезжать на разного рода конкурсы и олимпиады. Мы у Ломоносова можем прозевать, если у этого Ломоносова хотя бы не будет небольшого периода соприкосновения с тем, как может быть. Например, ребенок из Сева приезжает в город и видит сотни детей на олимпиаде, которые занимаются чем-то, он с ними знакомится. И вдруг он понимает, что он не один, и этим действительно надо заниматься. Сегодня педагоги услышали много важной информации, как выбрать тему научной работы для школьника, как эту работу правильно оформить, какими путями заинтересовать ученика, участвовать в разного рода конкурсах. И самое важное, как научные разработки могут пригодиться в обычной жизни. Кстати, очередные отборочные соревнования из серии «Шаг в будущее» пройдут в Барнауле совсем скоро, в конце октября-начале ноября. И наши алтайские ребята должны быть готовы посоревноваться в знаниях с гостями из других регионов Сибири и Дальнего Востока. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле завершилось одно из самых массовых международных соревнований по гребле – «Алтайская регата». За несколько дней мероприятия посетили несколько тысяч зрителей. Оно и понятно, сами состязания были захватывающими. Ведь на них собрались не только участники из России и стран СНГ, но и, к примеру, спортсмены из Чили и Колумбии. Как прошли межкультурные гонки на воде и чем отметились алтайские спортсмены, расскажет мой коллега Данил Кузнецов. На несколько дней Барнаульский грибной канал стал местом притяжения фанатов со всего мира. Здесь проводятся соревнования «Алтайская регата». Байдарки, каноэ, драконы, сабборды, а также тысячи зрителей, которые это наблюдают. Так что загребай, Алтай! И он действительно загреб на первое место. Речь идет о нашей команде спортсменов до 30 лет. В финале их дракон первым пересек финишную черту, обойдя сборную из АЛТГПУ и белгородцев. А в категории 40 плюс в топ-4 вошли местные политехник и алтайские ветераны. Да, честно говоря, не сказать, что сложно, но все-таки спасибо соперникам на такую горку. Как думаете, что обеспечило вам победу все-таки? Слаженность в команде. Как вы его всем оцениваете? Есть над чем поработать? Ну, есть, но 9 из 10. Всего на соревнованиях собралось свыше 300 участников из 8 стран. Их, как и барнаульцев, тепло встретили праздничной программой и ярмаркой. Эти активности больше оценили зрители, а вот спортсменам и организаторам понравился сам грибной канал. По большей части из-за него и выбрали Алтайский край. У меня было порядка 10-15 грибных каналов вообще в мире. Это один из самых лучших. Ну, честно, потому что такая работа была здесь проделана, начиная с 2014 года. Это дорогого стоит. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я смотрю, двери где-то делали, там засыпали, пляж там классно делают. То есть, вот это действительно жемчужина Сибири. Не подвела и погода. Почти все время зрители и спортсмены были на солнце. Даже туманные финалы впечатления не испортили. На восьмерочку точно себя тянет. А за что два балла сняли? Два балла снял, наверное, за то, что не все время было интересно. То есть, слишком долго были призовые вот эти вот как раз-таки начинания. Нужно, как мне кажется, на самом деле соревнования начинать с самого начала и только в последний день выдавать все награды. Мне тоже очень понравилось, что, во-первых, мы здесь не одни, Россия, а то, что другие страны поддержали и приехали на соревнования. Сам факт, участие, это уже очень ценно для нас. Поэтому очень здорово, все радостные, вообще грибной канал хороший, встречают хорошо зрителей и спортсменов. Честно скажу, сложно было приехать. Почему? Потому что перелеты очень долго. Мы добирались сюда больше суток. Это тяжело, дорога. Но как чего? Это спорт, не политики должен быть. Я понимаю, что, да. Ну, как бы это наши как братья, белорусы, россия, это все братья. По-любому соревнования, все становимся, мы все спортсмены. Многим иностранным спортсменам действительно было непросто. Во-первых, борьба была на высоком уровне. И среди лидеров, как всегда, были Белоруссия и Россия. Во-вторых, это, конечно, сложности с подготовкой. В конце августа был чемпионат мира по гребле. Поэтому перестроиться и, что самое главное, климатизироваться успели не все, но многие. Единственная, в чем разница, это погода. Потому что в Колумбии такая погода весь год. А здесь, насколько я знаю, недолго. Кстати, колумбийц занял третье место в гонке чемпионов. Поэтому поездка себя оправдала. А само мероприятие действительно многие признали международным. Оно за последние годы стало одним из самых массовых среди других состязаний такого же уровня. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Ну, а в эти минуты в Молодежном театре Алтая открывается пятый Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Из 60 присланных заявок эксперты отобрали в афишу фестиваля самые интересные спектакли. Зрители увидят постановки 12 коллективов Барнаула, Новосибирска, Кемерово, Буинска, Кирова, Лысьвы и других городов. По традиции на фестивале будет и образовательная программа от ведущих специалистов Российского академического молодежного театра. Откроет фестиваль уже сегодня постановка Нягонского театра юного зрителя «Звездный час по местному времени», а закроет комедия Островского «Свои люди сочтемся» от Российского академического молодежного театра. На открытии наградят лауреатов губернаторской премии имени Золотухина в области театрального искусства. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует...